Здравствуйте! Вы смотрите программу «Тема дня». Я ее ведущий Никита Васильев. Мы работаем в прямом эфире. Сегодняшнюю передачу я бы хотел начать со статистики. За 9 месяцев этого года в Банк России поступила 21 жалоба от жителей Тверской области, которые столкнулись с навязыванием ненужных услуг или так называемым мисселингом. Что это такое? Это некачественная продажа финансовых продуктов, подмена одного финансового продукта другим. Нужно отметить, наверное, что такой практикой грешат как банки, так и страховые компании, микрофинансовые организации, коих у нас в последнее время достаточно много на территории региона. Ну, простой пример. Если человек приходит в банк открыть вклад, а уходит со страховым полисом, например. Так вот, где грань между рекламным предложением и навязыванием услуг? И как уберечь себя от недобросовестных менеджеров? Вот на эти и другие вопросы, и вообще на все вопросы, которые касаются так или иначе мисселинга, то есть навязывания услуг, мы сегодня поговорим с Андреем Владимировичем Баевым, главным юрисконсультом юридического отдела отделения Тверь, главного управления Банка России по ЦФО. Андрей Владимирович, здравствуйте. Спасибо большое, что сегодня к нам пришли. Добрый день. Ну и вот сразу к вам, наверное, первый вопрос, да, все-таки из первых уст хочется услышать, да, авторитетное мнение, мнение человека, который этим занимается, что же такое мисселинг, что он из себя представляет. Расскажите нам, пожалуйста. Спасибо. Хотел начать с жизненного примера. Вот, например, вы идете в магазин, да, купить необходимый продукт, пусть это будет хлеб, а покупаете вдруг торт, и тот, и другой хороший товар, да, необходимый, но в разных условиях, так же и в мисселинг, на рынке финансовых услуг. Вы пришли в финансовую организацию, не только банк, длинный перечень финансовых организаций, и вместо того, чтобы сделать вклад, открыли индивидуальный инвестиционный счет. Это очень замечательные продукты, но они хороши в разное время, и у них есть свои особенности. И эти особенности нужно знать. Вот, например, банковский вклад гарантирован государством, его возвратность – 1,4 млн. Есть минимальный процент, но он есть и гарантированный. При работе с ценными бумагами таких гарантий нет. Компания может обанкротиться, вообще не выплачивать дивиденды. И поэтому гарантированный доход запрещен законодательством реклама дохода ценных бумаг. И продолжение темы. Индивидуальный инвестиционный счет позволяет заработать определенные деньги как на налоговых вычетах, так и на получение дохода от ценных бумаг. Банковский вклад сохранить, но они нужны. Главное, чтобы потребитель финансовых услуг не делал ошибочного решения под давлением, разговором с обаятельным, опытным, доброжелательным сотрудником финансовой организации. И главное, чтобы этот сотрудник рассказал о всех рисках, которые есть, особенностях, особенностях вложения в определенные финансовые продукты. Как говорится, да, получается, хороша ложка к обеду. То есть, если ты пришел в банк за одной конкретной услугой, за одной какой-то конкретной операцией, то нужно, чтобы ты не вышел с другой услугой, остался при своем, и тебе не навязали что-то еще другое. То, что тебе не нужно. То, что не нужно. Если тебя убедили, и ты понял особенности этой финансовой услуги, это хорошо. Ну, в таком случае мы говорим, да, всегда стараемся говорить о том, что у нас в стране цивилизованный финансовый рынок, и благополучие клиентов, да, наверное, должно иметь ключевое значение, да, и оно должно выше цениться, чем какие-то, может быть, сиюминутные заработки. В таком случае, как бороться с такими явлениями, как Мисселин? Потому что на практике они, как мы знаем, они существуют. Да, совершенно верно. Нам нужны любые финансовые продукты, это многообразие рынка. И как участнику финансового рынка, и как потребителю. Акции, облигации, производные, это многообразие, это же здорово. Но к приобретению продукта финансового необходимо взвешенно подходить, принимать решения обдуманно, чтобы потом не пожалеть о своем выборе. Кроме того, люди должны четко это понимать. Клад помогает сохранить деньги, да, с минимальным доходом, а другие продукты и заработать. Если вы, допустим, открыли какой-то брокерский счет, да, у профессионального участника или банки, они тоже профессиональные участники, если есть соответствующая лицензия на работу на рынке ценных бумаг, и вам сделали это деликатно, объяснили все это здорово. Это молодец сотрудник финансовой организации. Но если же что-то утаил, да, это меселинг. Воспользовался незнанием, да. Утаил или что-то навязал. Навязал, да. И еще хуже, если вы уйдете с другим финансовым продуктом, который вам не нужен. Вы потом пожалели о том, что вы, как бы, убедил он вас. С этими проявлениями Банк России ведет борьбу. Одна из задач Банка России. Ну, в таком случае расскажите, какими методами боретесь, да, и вообще какие меры предпринимаются, ну, чтобы случаев меселинга, да, чтобы жертв от меселинга становилось меньше, наверное, да, скажем так? Да, конечно. Дело в том, что Банк России принимает обращение, да, на своем сайте. Но это одна из, скажем так, важных направлений деятельности Банка России. Они и требуют реагирования, но дело в том, что Банк России проводит большую работу, да, по установлению стандартов, качества, предоставления финансовых услуг. Это кропотливая, долгосрочная работа. И в этом году появился новый документ, но он информационно-справочный. Это КИД, паспорт финансовой услуги, ключевой информационный документ. Вот так он расшифровывается. Он небольшой, его формат 2-3 листа, но он не будет загружен экономическими или юридическими терминами. Все должно быть понятно. Ну, я чуть попозже расскажу. Дело в том, что, кроме того, Банк России оперативные методы, допустим, защиты интересов потребителей финансовых услуг. Например, с 2022 года, именно с апреля, вводится тестирование брокерам, профессиональным участникам своего клиента. Что не позволит, в общем-то, продать финансовую услугу неподготовленному инвестору? Он ответит на, скажем так, самые необходимые вопросы, в том числе вопрос о рисках. Почему, вернее, как выплачиваются дивиденды? Что влияет на выплату дивидендов? Эти вопросы будут действительно... Чем акция от облигации отличается? Это будут простые теоретические вопросы, но они позволят, во всяком случае, заинтересовать этой темой и понять основу финансового рынка. То есть, правильно я вас понимаю, что если теперь клиент приходит в банк за какой-то услугой, то он вправе может и должен попросить тот самый паспорт, о котором вы расскажите, пожалуйста, как это все работать будет. Сотрудник финансовой организации должен сам вам предложить, да? Потому что... В обязательном порядке? Это обязанность сотрудника? Пока рекомендации Банка России в этом году. Но дело в том, что если не предоставляют, вот вы пришли в банк, да, вы спрашиваете у менеджера, будьте добры, предоставьте мне паспорт финансового продукта. Если он не предоставляет, то уже вопрос, а почему, если Банк России вводит такие требования, почему нет этого интересного документа, в котором изложены основные понятия и сравнение финансовых услуг и продуктов? Ну почему нет такого? Задается вопрос. Этот документ у нас будет стандартизирован, да, и унифицирован для всех финансовых организаций. Там будут прописаны основные финансовые услуги, чтобы было понять, чтобы потребитель финансовых услуг сделал осознанно информированный вывод. Давайте напомним нашим зрителям, что же такое меселинг, коротко, да, кто вот только сейчас к нам присоединился, и мы говорили о паспортах финансового продукта. Насколько они важны? Да. Меселинг – это недобросовестная продажа, неправильная продажа финансовых услуг и продуктов. И второе, мы с вами остановились на паспорт финансового продукта, ключевой информационный документ, который внедряется Банком России в этом году. Это новинка, да, своего рода, сколько раньше такого не было? Да, это новинка, совершенно верно, и очень активно. И Банк России на своих рабочих встречах с представителями рынка, банки, страховой организации, в общем-то, получил поддержку, всемирную поддержку, потому что сильные игроки этого не боятся, и это служит защитой прав потребителей финансовых услуг. Ну, какой он должен быть? Он небольшой документ, две-три страницы крупным шрифтом, не должно быть обилия юридических или каких-то экономических терминов, все простым, и можно будет сравнить услуги, которые предоставляют разными организациями, на одну и ту же похожую услугу, вот в чем его преимущество. Ну, то есть, я правильно понимаю, что это должен быть максимально прозрачный, максимально понятный документ, в том числе для людей, которые, может быть, не совсем подкованы в финансовой сфере, да, в экономической сфере, без звездочек, да, как известно, без этих вот сносочек маленьких. Да, этот документ будет у нас единый формат, будет единое содержание, чтобы все было понятно в каждой финансовой сфере. Ну, тут вот не кажется ли вам, может возникнуть такая проблема? У нас же люди, как некоторые, приходят в банк, да, они, в общем-то, вопросов не задают, они не все читают договор, который подписывают, да, об оказании той или иной финансовой услуги, будут ли они паспорт финансовой услуги читать? Я согласен с вами, вопросы нужно задавать, много вопросов, и снимать все невыясненные для себя моменты. Ну, вот паспорт финансового продукта не подменяет, да, у нас договор, это носит информационный характер, да, мы с вами уже говорили. В договоре прописаны права обязанности сторон, но понимаете, что в договоре могут прописаны и такие нормы, что клиент ознакомился с правилами, которые размещены на сайте, то есть он принял все условия этого договора, то есть ответственность лежит уже на клиенте. И доказать недобросовестность уже очень сложно, потому что подписано, добровольно подписано клиентам страховой организации, не страховой, а финансовой организации. В чем же опасность мисселинга? Вот мы говорили о том, что пришел, да, купить хлеб, могут предложить все, что угодно, да, разное производное финансовое услуги, полис инвестиционного страхования жизни, ПАИ, да, инвестиционных фондов, договоры дополнительные, пенсионного, да, обеспечения, кроме того, какие-то другие финансовые инструменты, акции, облигации, но надо понимать, что стоит за этими понятиями, в чем преимущество, да, и достоинство каждого финансового инструмента. Например, акции дают право управления, да, предприятиям, но не гарантировано получение дивидендов, все зависит от финансового результата. Облигация гарантирует минимальный, ну, если покупается на рынке, да, определенный дисконт есть. Так что клиент должен знать о финансовых инструментах и не покупать катами, подходить осознанно к выбору финансового инструмента, и что предлагают, критично. Ну, а вообще, вот так, если рассуждать, как бы, с той точки зрения, вообще, меселенько, это нарушение закона-то вообще-то? Вот мы уже много этот термин, да, употребили с вами, мы много о нем уже поговорили, мы уже основную, да, вот историю, что он из себя представляет нашим зрителям и слушателям рассказали. Ну, это нарушение закона? И как в таком случае человеку распознать его и защитить себя? Формально не является нарушением закона. Ну, вот я приведу пример, вот, если навязывание дополнительных услуг проходит при заключении договора ОСАГО, да, с чем мы очень активно боремся, это нарушение. Потому что есть федеральный закон об ОСАГО, да, обязательном страховании гражданской ответственности владельцев, и владелец, покупая этот полис, это защита, защита, ему не нужна другая защита. Он уже шел за конкретным продуктом, да, ему нужно конкретно сделать ОСАГО, да, ОСАГО. И это наказывается государством, предусмотрены штрафные санкции. Здесь нет, по закону о защите прав потребителей, финансовая организация обязана предоставить всю информацию о продукте, который он предоставляет. Ну, когда вводился паспорт финансового продукта, да, было активное обсуждение, и все-таки рынком, и Банком России, как регулятором, наиболее оптимальный стандарт паспорта, 2-3 страницы, как мы уже с вами говорили, да, большой шрифт, основные понятия, унифицирован, возможность сравнения с другими финансовыми продуктами у других финансовых компаний. Так что, это, с моей точки зрения, это очень здорово. И ознакомление с этим паспортом необходимо перед подписанием документов, вернее, основного договора. А можно ознакомиться до подписания или при первичном посещении, то есть никто не ограничивает. Ну, то есть, если вот так вот дать, как бы, ряд советов гражданам, да, вот они приходят, например, за какой-то финансовой услугой конкретной, им нужно что-то одно, да. А что они должны, в первую очередь, обратить внимание на что, чтобы не попасться, как бы, на удочку тем, кто мисселинг применяет, да, навязывает им что-то? Ну, первое, надо спросить, есть ли у вас паспорт, да, финансового продукта? И что ответит менеджер финансовой организации? Очень хорошо будет, если он предложит вам и объяснит все непонятные моменты, вот, перед заключением сделки, подписанием договора. И главное, важно, чтобы вы пришли за конкретным продуктом и ушли с этим, ну, сделать правильный, взвешенный, спокойный выбор. А вот так вообще, если говорить о нашем регионе, насколько вообще чисты случаи мисселинга, я понимаю, что, наверное, без конкретной статистики, а вот так, если в целом, насколько часто Банку России приходится работать по таким жалобам? И вообще, куда обращаться человеку за помощью в случае, если он столкнулся вот с недобросовестными людьми, да, которые ему подобные услуги навязывают? Ну, есть в Банке России два канала связи, да, и поступление обращений, это официальный сайт Банка России, интернет-приемный, и новое приложение, да, СБ онлайн. Ну, приложение приложение немножко попозже, да, но сейчас пока в целом, да, если... В целом, если мисселинг, конечно же, в Банк России, можно традиционно на бумаге направить жалобу, обращение, неважно, как это будет, банк рассмотрит в течение 30 дней, если потребуется еще проводить контрольные мероприятия, направлять запросы в финансовую организацию до 60, но обязательно ответ придет, обязательно. В любом случае финансовая организация, получив запрос с Банка России, начнет проводить собственную проверку, запрашивать объяснение у конкретного лица, который предоставил эту услугу, ну, навязал, ну, предложил, каким образом... Ну, терминов, да, мы должны понимать еще раз, что терминов может быть большое количество, да. Это первая ступень, когда сама финансовая организация разбирается со своим сотрудником, задает ему вопросы. Конечно же, любая финансовая организация будет говорить, недопустимо, все должно быть добровольно, да, ну, мы понимаем, каждый сотрудник сидит, он, в общем-то, волен работать за свои комиссионные, у него есть экономический интерес, в общем-то, его доход формируется из комиссионного вознаграждения, но следующее, вернее, как мы говорили, это интернет-приемный, да, банк рассмотрит, да, направит запрос, и уже примет решение, есть нарушение или нет, но в любом случае будет принято решение. Угу. А вот так вот по опыту я понимаю, что, наверное, все-таки, да, следует говорить о том, что... Просто я к тому, что вы сказали, что человек конкретно на месте, он предлагает эту услугу, но получается, что это от конкретного сотрудника идет инициатива, или все-таки это общая такая повестка, которую недобросовестные, не совсем добросовестные финансовые организации используют, так, чтобы понимать просто? Угу. Юридические лица серьезные финансовые организации, конечно, не будут допускать этого, потому что имя, оно дороже на рынке, скажем так, рынок постепенно избавляется от недобросовестных игроков, но вместе с тем каждый сотрудник сам на своем рабочем месте, и, в общем-то, разные случаи могут быть, каждый случай надо рассматривать, рассматривать. Угу. И вот вашу точку зрения еще хотелось бы узнать по поводу того, что, на ваш взгляд, люди, которые попадаются на удочку, те, кто использует мисселинг, они, вот, как их работает, то есть, психология, почему они не замечают того, что, или уходят с тем, что им не нужно в конечном счете, получается? Ну, в общем-то, обаяние сотрудника конкретного, его профессионализм, знание психологии, потому что через него проходит много клиентов, замечает особенности, что спрашивают, да, что спрашивают, подаются рекламе финансовых услуг, допустим, хорошим положительным результатам деятельности, в общем, вот эти факторы могут и повлиять на выбор, в том числе и ошибочный. Надо смотреть, вот, да, слушать, ну и задавать вопросы, быть критичным к тому, что скажет сотрудник финансовой организации. Не доверяться полностью, а именно задавать вопросы и принимать осознанный выбор, когда станет понятным уже все. Вот, например, да, пришел открывать, как мы говорили, вклад, а получил полис индиционного страхования жизни, но это совсем другое. Это же заключается вот этот продукт со страховой организацией, да, на срок не менее трех лет, да, и расторжение досрочное может повелести с потерей собственных средств, да, причем с значительным дисконтом. Это будет, скажем так, ушатом холодной воды. Неприятная новость и к жизненным проблемам может привести. Ну и вот как раз-таки в дополнение к тому, о чем вы сейчас говорили, вот часто мы сталкиваемся с тем, что приходит человек в банк, да, и к нам тоже такие поступали жалобы, обращения, оформить кредит, а ему вдогонку предлагают, например, застраховать здоровье или жизнь, да, вот как к этому относиться и как вообще это воспринимать? Ну вот, что касается кредита, займа, да, это добровольные услуги и продукты, которые предлагают банки, ну, не обязан, да, по закону заемщик заключать договор на касание платных услуг финансовых, да, не обязан. И банк не может отказать только лишь по этой причине, но отказавшись от этой добровольной услуги, да, банк, в общем-то, не обязан предоставлять те же условия, что без этой услуги. То есть повышенный процент это законная... То есть надо понимать, отказ от одного, он не предусматривает отказ в целом от услуги, да, я правильно понимаю? Да, совершенно верно. Если, допустим, предлагают, да, банк, вот кредит заключается под 1%, еще страхование жизни. Если вы не страхуете жизни, у вас будет повышено, но это право банка, да, это, скажем так, не обязательное страхование, это не поле сосага, это добровольная услуга и есть выбор потребителя. Как часто вообще, вот по опыту обращений в Банк России, часто вот люди именно вот с этой просьбой обращаются? Достаточно часто. Ну, давайте тогда еще раз напомним о том, что как им обращаться в Центробанк, да, вы уже начали об этом говорить, давайте чуть более подробнее, если не столкнулись с мисселингом, как им в регулятор обратиться, что рассказать, по каким каналам? Да. Вы отчасти уже начали этот разговор, давайте его продолжим. Да, сайт Банка России официальный, очень легко мы сами обробовали, учим своих сотрудников, как обращаться, есть такие случаи. По телефону горячей линии 8800-3300 на сайт Банка России СБР.ру. С правого угла можно написать обращение, выбираете тематику обращения, и тогда, если есть в дополнение какие-то документы, можно их прикрепить. Банк России рассмотрит и ответит. Ну, кроме того, вот я чуть раньше начал о том, что у нас есть новая мобильная приложение. Да, вот хотел как раз вопрос задать. Чат, да, у вас появился чат, расскажите, как это работает и с какой целью это вообще было заведено, сделано? ЦБ онлайн, новый чат, да, для общения, для вопросов актуальных, для оперативного ответа, потому что, сами понимаете, что через интернет-приемную банку России существуют требования 59-го закона, да, по работе. Может быть, ответ в пределах длительный, а здесь могут ответить. И есть вопросы, которые не требуют надзорного реагирования, такие, как общего понимания, что такое кредит вообще. Имеет ли право какая-то финансовая организация вообще заниматься этой деятельностью на рынке? Есть ли лицензия у этой страховой? Есть ли какой-то филиал, например, страховой организации вот на территории Тверской области? Вопросы реструктуризации, рефинансирования кредитов, кредитная история, ну, в общем, очень большой вопрос. И появилась очень хорошая возможность рассчитать полис ОСАГО, это же здорово. Что да, для многих владельцев будет достаточно. Да, 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 это будет очень актуально. А есть ли уже какая-нибудь, может быть, интересная статистика по использованию этого приложения? Какие, например, вопросы чаще всего к вам поступают? Ведете, отслеживаете? Да, конечно. Ну, вот я немножечко повторюсь, потому что чуть-чуть вперед. Это реструктуризация, да, кредита, займа. Узнать свою кредитную историю. Узнать о финансовой организации побольше. Чтобы, в общем-то, было какое-то доверие со стороны в ответе регулятора. Погашение кредитов, высокие процентные ставки. Вот это все, о чем спрашивают. Много-много-многообразия. Ну, вообще, уже заметили то, что вот через приложения, сейчас просто как у нас говорят, да, в 21 век, век современных технологий, если так вот смотреть, через что больше обращаются? Уже заметили перевес в пользу мобильных приложений? Потому что, действительно, многим пользователям, многим клиентам, в том числе, да, банков, наверное, проще через мобильное приложение все свои вопросы выяснять. Да, совершенно верно. Ну, дело в том, что вот интернет приемный, конкретные жалобы, конкретные факты. А мобильное приложение можно дать оценку какой-то финансовой организации. Это очень важно, потому что Банк России использует вот эту информацию для своего поведенческого надзора. Саккумулировав, собрав множество информации, уже можно встречаться, говорить с руководством конкретной финансовой организации о том, что у вас, смотрите, жалуются на вас, недовольны клиенты. У нас рынок-то цивилизованный, как мы с вами говорили. Зачем вы допускаете вот такое недовольство, недовольства не должно быть. И вот через обратные каналы говорят, мы реагируем. Были ли случаи, когда вот результатом этого реагирования все-таки становилось то, что прекращало та или иная недобросовестная... Да, конечно, конечно. И об этом пишут опять же в это приложение, спасибо, и нам обратно связь приходит по электронному адресу. То есть обратная связь есть. Можно выстраивать долгосрочные отношения, допустим. Если человек обратился раз через это мобильное приложение, оно станет для него привычным, он будет чаще обращаться. И Банку России это выгодно. Понимание. Не только вот, допустим, снизу, снизу идет информация. Мы сегодня много о чем поговорили касательно мисселинга. Давайте еще раз напомним в таком случае, да, в заключении нашим слушателям и телезрителям о том, что нужно помнить, во-первых, чтобы жертвой мисселинга не стать, да, и все-таки что нужно делать, куда обращаться, если все-таки случилось так, что вы вышли из банка с тем, что вам не нужно было, и потом только уже это поняли. Ну, мы много о чем с вами говорили. В двух словах сложно, но я постараюсь потребителю финансовых услуг, не только банку, потому что это и страховые, и брокерские, и государственные, и пенсионные, и длинный список участников, да, финансового рынка, критично подходить к предложению финансовых услуг, если вы попали, допустим, на территорию какого-то учреждения, требовать паспорт, да, финансовые услуги. Это новшество, которое внедряет в 2020 году Банк России. Оно разработано вместе с профессиональным сообществом, его объем небольшой, понятный, большой шрифт, да, мы говорили, без обилия юридических или экономических терминов. Ну, и понимать, что вам предлагают в качестве другой финансовой услуги, задавать вопросами, почему, чем лучше, с кем заключается, кто является сторонами договора. Потому что мы говорили, что если, допустим, смена банковского вклада идет на договор добровольного страхования, да, индиционного страхования жизни, то стороновой договор заключается страховая организация. Будет очень удивлен потребитель, когда вникнет в это. Ну, и критично, критично относиться и задавать больше вопросов. Вдумчивость и понимание того, что вам предлагают. Что тебе нужно, да, и что тебе точно не нужно. Ну, и давайте пару слов еще в заключении о той работе, которую Банк России ведет по обращениям, да, принимайте по самым разным каналам. По самым разным каналам от традиционного письма в Банк России, да, никто не отказывает. Ну, гораздо проще, удобнее интернет-приемная Банка России, телефонный звонок или новое мобильное приложение ЦБ онлайн, которое в режиме реального времени позволит отвечать на вопросы без проведения каких-либо документальных проверок. Потому что обращение через интернет-приемное – это уже надзорное действие Банка России, как направление запроса. Более серьезная работа, которой нужно больше времени. Да, больше времени, совершенно верно. И там уже другие взаимоотношения Банка России с поднадзорными организациями. Это уже серьезно. А здесь можно оперативно получить ответ на вопрос, который не требует каких-то надзорных мероприятий. Вот в чем ценность. Спасибо вам большое, Андрей Владимирович, что все так подробно и обстоятельно рассказали. Я напомню, мы сегодня вместе с Андреем Владимировичем Баевым, главным юрисконсультом юридического отдела отделения Тверь, главного управления Банка России по ЦФО, беседовали о мисселинге, о навязывании услуг. Андрей Владимирович нам подробно рассказал, как не стать жертвой мисселинга, что нужно делать, если все-таки вам навязали услугу финансовую, которая вам не нужна. Это была программа «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Всего доброго. До свидания. Удачи.